Мы продолжаем беседы о нравственном богословии. И обратимся, вернемся к разговору о фундаменте, которое лежит в основании духовной жизни. Мы уже говорили, когда начали наш разговор, цитирование книги «Второзаконие» и книги «Притч», говорили о том, что есть некий нравственный базис, некий нравственный фундамент, есть некие общечеловеческие, но обычные, может даже обыденные, но очень важные нравственные правила, без соблюдения которых невозможно построить никакой духовной жизни. Хотя, собственно, к духовной жизни, быть может, эти самые нравственные правила и не имеют отношения. Нравственные правила, правила поведения человека в обществе, правила отношения к другому человеку, они настолько, скажем, действительно обычны, настолько универсальны, настолько распространены везде, настолько, своего рода, привычны, по крайней мере, на слуху, что, конечно, когда... Во-первых, мы ими не очень дорожим, мы не очень на них обращаем внимания, и когда у нас в голове возникает мысль, стремление в сердце о том, чтобы жить духовной жизнью, человек все свое внимание на эту самую духовную жизнь, так, как она ему представляется, духовную жизнь, он начинает обращать это внимание. Несомненно, жизнь высокая, глубокая, главное содержание духовной жизни для человека, ну, нельзя, наверное, одним словом сказать, кто-то видит в молитве, кто-то видит в, скажем, в самоанализе, то есть, вот, в разбирании помыслов, в самонаблюдении, кто-то видит в покаянии, в смирении, но это, в любом случае, некое такое внутреннее делание, когда человек самоуглублен. Действительно, духовная жизнь предполагает именно это самоуглубление, самопознание, самоисследование, и, вот, скажем, изучая добротолюбие, мы не раз сталкивались с этим даже в писаниях Антония Великого, который был, во-первых, первоначальником монашеской жизни, во-вторых, достаточно простым человеком, неискушенный в каких-то, ну, скажем, таких особых, высокоинтеллектуальных штудиях, человек достаточно простой, и даже для него, вот, это внимание, ума, наблюдение за собой является, как мы видели, неким ключевым элементом. И вот человек погружается в духовную жизнь, то есть, погружается в себя, нельзя сказать, что он в Бога погружается, до этого еще, естественным образом, надо каким-то образом дойти, дожить, домолиться, докаяться, вот, это не так-то просто. И человек, конечно, вот, он весь отгораживается от людей, весь он в себе, весь он в хорошем, правильном, если он правильно это совершает делание, если он соблюдает какие-то простые, естественные вещи, обязательные для духовной жизни. Вот как-то она у него совершается, но при этом он не видит, не понимает, не знает, не думает о том, что вообще, вот, эта духовная жизнь должна строиться на каком-то духовном, на каком-то фундаменте, что вот этот фундамент неизбежно должен существовать, что все это надстройка, это даже, может быть, и не стены, это, скорее, завершение стен, это крыша, это завершение жизни человека. Ну, пусть даже стены, но все равно фундамент должен быть некий уже построен. И человек, он, занимаясь строительством своей духовной жизни, либо она у него без этого фундамента приходит в никуда и в ничто, она просто распыляется, разрушается в лучшем случае, в худшем случае она кончается лестью, самообманом, духовным тупиком, быть может, даже духовной катастрофой. Либо человек, взявшись за строительство дома неправильным образом, вдруг понимает, что да, действительно, что-то неправильно, и сам Дух Святый, Бог, которому он служит, ради которого подвязается, он же сам обратит его внимание на то, что есть естественные вещи, есть неизбежно необходимые вещи в отношении к человеку, который любой, любой человек, который пытается служить Богу и достичь хоть чего-нибудь, он должен соблюдать эти простые вещи. И человек начинает менять свою жизнь и учиться жить, вот скажем, по тем, на первый взгляд, простым правилам, которые, быть может, все его окружающие давно соблюдают, давно исполняют, давно по этим правилам живут, а ему приходится учиться слишком долго, он жил только в своих собственных переживаниях, в своих собственных томлениях, в своих собственных исканиях, которые не бесплодны. Если он, прожив вот так вот, наблюдая свою внутреннюю жизнь, делая выводы, ища и молясь хоть сколько-нибудь искренне, если прошло 15, 20 лет, 30 лет, и он потом вдруг начал учиться простым вещам, скажем, помогать людям в каких-то простейших там вещах, помочь донести мебель на высокий этаж, помочь авоську поддержать, очередь уступить, с человеком в машине пообщаться, какие-то простые естественные вещи. Если он начал этому учиться, не переставая жить внутренней, содержательной, глубокой жизни, то значит эти 30 лет даром для него не прошли. Ни в коем случае, говорит, что все это никому не нужно, нельзя. То, что он открыл для себя эту неизбежность, эту основательность простых, очень важных и нужных условий, взаимоотношения с другим человеком, значит, Бог принял и его вот это первое служение. И то, что он там наработал, то, что ему там открылось, и то, чем он там научился, уже не напрасно и не пропадет. Просто правда Божья, истина в Духе Святом указывает, что для того, чтобы действительно твой дом стоял, чтобы он созидался, необходимо вот эти вещи дополнить. Именно по этой причине, именно по этой причине, это очень основательная причина, опытные древние святые отцы были категорически против того, чтобы человек новоначальный, это очень важно, то есть человек юный, человек социально незрелый, человек социально неопытный, человек не умеющий выстроить отношения с социумом, с другими людьми, ему категорически нельзя уходить в пустыню, категорически нельзя уединяться. Он, конечно, найдет там какие-то основания духовной жизни, но поскольку он не научился жить среди людей, дело даже не в этом, он не научился исполнять самых важных, фундаментальных, не скажу элементарных, а именно фундаментальных заповедей Божьих, то и у него нет, скажем, сферы применения, у него нет области, нет опыта, в которой он мог бы проверить себя, вообще я правильно живу или неправильно, он весь в уединении, а людей рядом, которые могли показать, что он на самом деле нетерпеливый, несмиренный, раздражительный, необщительный и всякое такое прочее, нет этих людей, и человек пребывает в самообмане, в прелести, собственно, он думает, что вот все там остались люди такие вот второго сорта, вот у него здесь настоящая духовная жизнь, и вразумить-то этого человека некому, потому что вразумляют нас в этом отношении, и слава за это Богу и людям, окружающие нас люди, близкие наши, ими Бог окружил нашу немощь, чтобы они непрестанно говорили нам о том, что мы делаем неправильно, в чем мы не соответствуем замыслу Божьему о человеке, потому что Бог сотворил человека не одного, Он сотворил его в общении с другими людьми, и церковь есть не только общение человека с Богом, это и есть общение человека с человеком, и если человек не научился этим вещам, то есть уж совсем плоско, если человек не может и никогда не пытался исполнить следующие, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую и десятую заповеди Божьи, не приобрел в этом некоего опыта и некой стабильности, то заниматься им внутренним деланием, духовной жизнью будет очень сложно, а если он еще и очень горд, то просто опасно. И вот эти люди, окружающие нас, по благодати Божьей, они показывают нам, что необходимо, прежде чем строить духовную жизнь, овладеть фундаментом, и вот об этом фундаменте, не о духовной жизни, духовной жизни мы говорим, читая, скажем, добротолюбие, а о фундаменте для этой самой духовной жизни, о необходимости исполнения нравственных правил, вот именно правил, которые регламентируют, которые описывают и обеспечивают правильность нашей жизни с другим человеком. И дело, конечно, не в самих, еще раз сакцентирую на этом внимание, и дело, конечно, не в исполнении самих по себе правил, только потому, что они правила, данные Богом, хотя и поэтому их стоило бы исполнять, потому что они даны Богом. Дело в том, что, еще раз сакцентирую, человек спасается в церкви, только в церкви, никакого индивидуального спасения нет. Никто не спасается сам по себе, со своим собственным Христом. Так что вот он жил, и ни с кем больше никогда в жизни не встречался, это ад. Человек спасается с другими людьми, и поэтому, то есть он спасается и благодаря другим людям, то есть вот мое отношение к другим людям, оно является тем, той ступенью, тем необходимым условием, которое вводит меня в Царство Небесное. И само общение с этими людьми с неизбежностью продолжится в Царстве Божьем. И если я здесь не научился общаться с ними, и жить с ними на основании воли Божьей, как Бог определил мне жить в отношении с другими людьми, то и Царство Божье для меня может стать адом, потому что там окажутся люди, которые мне неприятны, или с которыми я не умею себя вести, и я не захочу разделить с этими людьми вечность, или не сумею разделить эту вечность так, как это задумано, как это определено Богом. И для меня таким образом, в силу моей собственной нежелания, неисправленности моей воли, незрелости моей личности, окажется закрытым Царство Божье. Бывают такие вещи, когда у человека ничего, кроме этого фундамента и нет. Бывает, что человек очень хороший человек, он внимательный, заботливый, послушный, чуткий, исполнительный, честный, бескорыстный. И человек такой вот есть, если он обретается внутри, скажем, храмового пространства, в церкви, если он обретается просто где-то, даже вне церкви, в другом коллективе, в обществе, конечно, он привлекатель, он всегда окружен людьми, он всегда влечет к себе людей, и они к нему тянутся как магнитом, потому что вот такой раскрытый, открытый, добрый, чуткий человек всегда нравится людям. И где бы они ни оказались, эти люди, разумеется, в силу своей человечности, они всегда привлекательны. И часто, может быть, кроме этого фундамента, у человека-то и нет ничего. Его отношения с Богом никак не выстроились. Он вообще не знает, понятия не имеет, есть ли Бог, и как с ним выстраивать отношения, кто такой Христос. Ему ни для чего этого нет дела. И это тоже не есть хорошо. Такой человек привлекает других людей, ему кажется, что он замечательный человек. Ему все об этом говорят, что он замечательный, да он и сам сознает, что он замечательный, он сам себе нравится, потому что он видит, что от его участия, от его заботы, от его усердия, людям становится лучше. Но вот фундамент есть, а духовные настройки, вертикали, которые устремляет дом вверх, которые заканчиваются шпилем, устремленным в небо, вот этого ничего у него нет, это, конечно, тоже печально. Но мне представляется, что такой человек, построивший основательный фундамент, ему легче, в какой-то степени легче помочь, потому что у него фундамент все-таки основательный есть. Надо помочь ему достроить нечто на этом фундаменте. И мы видели немало, встречали примеров, я встречал примеров в жизни, да и каждый, наверное, встречал, что люди подобным образом устроены, достаточно как-то просто встраиваются в церковную жизнь. Ну, может, не совсем просто, но, по крайней мере, легко обращаются ко Христу. Не случайно, скажем, в 90-е годы в церковь обратилось так много людей, которые связаны с жертвенным служением другим людям, учителей, врачей, военнослужащих, и просто женщин, которые привыкли всю жизнь думать и заботиться о других, которые вообще, в принципе, и попроще, и помягче, и почеловечнее, подобрее, поласковее. И для них вот войти, встроиться в церковную жизнь оказалось проще, чем многим-многим другим, которые и интеллектуальнее, и духовно богаче, и сосредоточеннее, и внимательнее, а вот те искушения, которые им приходится пережить, и даже и переживая, не всегда найти нормальный путь к Богу, вот, потому что трудно, потому что они пытаются, так скажем, строить свой дом даже не на песке, а в каком-то воздухе, потому что в силу ранней погруженности в интеллектуальную, квазидуховную деятельность, очень рано преданные размышлению и размышлятельству, эти люди не научились бережно и чутко, кротко и ласково, мягко и добросердечно, терпеливо выстраивать отношения с окружающими и их людьми. Они слишком возвышенны настолько, что иногда эта возвышенность почти незаметно перерастает в гордость, в какую-то надменность по отношению к людям, которые не понимают и не разумеют их высокодуховных изысканий. И вот таким людям обратиться к Богу становится значительно труднее, хотя вроде бы для них и Библия, и святые отцы достаточно легко читаются, достаточно легко понимаются, но вот без этого фундамента им становится намного труднее все сделать. И вот на этом лишний раз хотелось бы обратить внимание и показать, что почему вновь и вновь вот приступая к исследованию вот этих заповедей Божьих, так как они выражены в дикологии, в десяти слове заповедей Божьих, посвященных именно отношению человека к человеку, почему это так важно, почему это не просто какое-то морализаторство, это важнейший элемент, важнейший фундаментальный элемент, без которого невозможно, не устану это подчеркивать, невозможно построить никакой духовной жизни, самое поразительное быть может состоит в том, что человек, который пытается тем не менее строить духовную жизнь, не замечает того, что вот люди его боятся, люди не могут с ним, им тяжело с ним, ему тяжело с людьми, что он и невнимателен, и не чуток, и раздражителен, и позволяет себе где-то что-то утаивать, где-то что-то лукавить, где-то лгать, где-то чего-то скрывать, и вот ведет на самом деле очень такой нехороший в нравственном отношении образ жизни, а все по-прежнему пребывает в своих высоких интеллектуальных сосредоточенных размышлениях, и что самое-то поразительное, читая святых отцов, читая то же самое добротолюбие, читая хоть кого, он почему-то упорно, это уже состояние близкое к прелести, упорно не замечает, что отцы-то ему говорят о том, что ты как ты должен относиться к другому человеку, не просто говорить ему смиренничай перед ним, какой ты нехороший и грешный человек, а что ты должен помочь ему, узнать, в чем его нужда и помочь, если ты не сделаешь этого, то молитва твоя может рассыпаться, потому что ты не помог ближнему своему, что ты не выполнил какой-то долг, что ты, например, придя на работу, предаешься не тому, что требует от тебя долг, а то, что тебе больше на самом деле нравится и при этом даже если происходит что-то недолжное по твоей вине, ты считаешь, что ты не виноват, потому что ты же занимался Божьим делом, ты молился или читал Священное Писание, стал быть виноват кто-то другой, но точно не ты, и вот упорно человек не замечает, что его неправильное отношение к другим людям, оно разрушает его духовную жизнь, он просто этого упорно не видит, и вот это состояние уже совсем печально. Нет нужды пытаться подробно проштудировать и процитировать Священное Писание Ветского Завета или Нового Завета в отношении всех тех предписаний касающиеся отношений человека к другому человеку, вообще его положение в этом человеческом обществе. Этих слов было бы очень много и подробно их разбирать нет никакой нужды, тем более, что все эти заповеди давно кем-то собраны, разобраны, проанализированы и все это давно известно, что, собственно говоря, требуется от человека в отношении, от христианина человека в отношении его к другому человеку. И вот буквально 2-3 слова, которые как раз выражают основную мысль, основную интенцию, основной как бы стержень, вектор, принцип отношения к другому человеку, вот мы здесь приведем. Ну, например, послание к римлянам, 15-я глава. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя, пали на меня, а все, что писано было прежде, написано нам наставление, чтобы мы терпением, утешением из Писания сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение додарует вам быть в единомыслии между собой по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа, поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас во славу Божьей. Или взять, например, известный эпизод из первого послания апостола Павла Коринфянам, где он говорит о том, что известный пример, образ, что все мы члены, уды друг к другу, что церковь это тело Христово, и каждый человечек это некий уд, некая часть тела. И вот описывая этот образ, он говорит, как стало быть, исходя из этого образа, из такого понимания церкви должен каждый относиться друг к другу. Это первое послание Коринфянам, 12 глава. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Поэтому страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены, и вы тело Христово, а поврось члены. Или вот послание к Галатам, уж совсем точно и емко. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. И так, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Шестая глава послания к Галатам. Таким образом, получается, что весь принцип отношения человека, поведения человека в обществе, в отношении к другим людям можно свести к такому выражению не себе угождать, а служить другому человеку. Ну, как служить другому человеку? Конечно, мы понимаем, что есть, скажем, вождь, ученый, там, какой-нибудь политический деятель, проповедник, писатель, поэт, Пушкин, очень много об этом и хорошо говорил. Мы понимаем, да, вот человек, он имеет некий дар, он служит этим даром своему народу. Причем, это такое понимание служения характерно не только для христианской традиции, оно универсально, и в Китае говорили точно так же, скажем, Конфуций писал точно, вот совершенно почти в тех же словах о том, что человек должен служить своему народу и тот человек, который служит своему народу, считается истинно благородным мужем. Но ведь это же служение доступно не только для людей известных, для людей знаменитых, у которых, несомненно, дар и талант. Это доступно всякому человеку. Апостол Павел говорит, немощи немощных носите, это и есть служение. Каждый человек может послужить тем, что унесет немощь своего ближнего. Забыть о своей воле, чтобы исполнять чужую волю, потому что угождать другому, а не серебе. Терпеть его слабость, терпеть его недостатки, не укорять, не обличать, вот это и есть служение другому человеку, служение каждому, служение всем. И к такому служению призван каждый, ну по крайней мере христианин, и кстати, это именно в отношении христианства является таким ключевым и особо звенящим, особо звучным, отличительным принципом. И это действительно может и должен сделать каждый христианин. Главное, чтобы человек, начиная исполнять служение, понимал и должен это однажды понять, что я, оно не может быть во главе угла, что человек должен всегда умолить свое я перед я или перед мы другого человека или других людей. Вот это самоумоление, забыть о себе ради другого, умолить себя ради другого, оно является принципом служения, который лежит в основании служения, так как его понимали святые отцы, как о нем свидетельствует церковь. ЛИРИЧЕС�е, КОЛЬМА ЛИРИЧЕС�е,